так здравствуйте ребята ну что сейчас начнем получается ты поехали егор привет да егор пришел я ему обещал точно 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 хорошо что ты пришел значит по-моему работает эта штука и И... Ну вот, итак, Кто у нас тут в чате? Я смотрю, Егор. Да, здравствуй, еще раз. Спасибо тебе за заказ. Короче, от Егора поступил заказ. Получается, у меня уже в очереди после Венедов и после Аксуума два заказа. Один от Шкипера, а второй от Егора. Уже, как говорится, кто не успел, тот опоздал. Так, значит, Дмитрий Мартынов, здрасте, Виктор Гопаунов, привет. Азат, здравствуй, Крэш Бандикут. Приветствую новопрохождение, подключайник поставлю. Давай, давай, только слишком сильно далеко не убегай, потому что я буду объяснять задумку этого прохождения. Ильдар Галеев, привет. Спасибо, не обязательно было, пусть посмотрят другие. Как это не обязательно? А как же, жопы, танцы, девки и все такое. Вирус, привет. Ну вот, хорошо, все. Пока остальные пишут свои привет, я сейчас буду объяснять про вандалов. Значит, это темный культ. Я уже за вандалов за темный культ играл. Я не помню точно, какая у меня была задумка тогда. Да, вроде бы я... Нет, я за вандалов не темный культ делал. Я за вандалов делал этот самый. Как он называется? Я хотел иудаизм. И, по-моему, я иудаизм так и принял, но меня оттуда выперли. То ли сассаниды, то ли что. Короче, там какая-то жопа была, блин. Я не помню. Что-то меня там душили-душили, душили-душили. Я, короче, отступил из Египта. Там, где алмазы и все такое. Я отступил в Африку. Из Африки уже додавил игру. По-моему, так было. Там очень долго все было затянуто. Я хотел, по-моему, всю карту грохнуть, но ничего не получилось, в общем, из этого. Вообще, когда ты начинаешь за Орду, потом оседаешь, у тебя несколько этапов игры получается. И это довольно долго. Это очень много времени съедает. Особенно, когда ты за Орду идешь и Орду саму не развиваешь. Короче, ну, в общем, проблемки. Это я не говорю, что это невозможно. Просто нужно по-особому продумывать это все. Как говорится, нужно иметь тактику и ее придерживаться. Поэтому в этом направлении буду дальше делать, короче, и совершенствоваться, так сказать, в переходе от Орды к оседлой фракции. И вообще за Орду воевать надо учиться, потому что там по-другому все. Хорошо, сейчас появился фича или баг, или чит, или я не знаю как. Короче, на самом деле, с моей точки зрения, это какое-то прям исправление этой несправедливости, когда ты можешь перед тем, как разрушить поселение вражеское, встать. Это мне подсказали в чате, кстати. Можешь встать в грабеж, разграбить поселение, и у тебя 25% останется, чтобы в Орду встать. И можно как бы какое-то строительство организовать. Это немножко ускоряет, короче, все процессы. Это здорово. Потому что и так у тебя нет у Орды засады, например. Ты все время на 25% обрезан, чтобы полный доход получить. Медленно очень передвигаешься и так далее. Вот, поэтому да, за вандалов темный культ я, по-моему, не играл, я играл иудаизм. А темный культ я играл за калейдонцев, за ютов, за что еще? Не помню, за гарома... Нет, за гаромантов... Нет, по-моему, не знаю. Нет, за гаромантов нет. За гаромантов, по-моему, этот... За гаромантов, по-моему, грозный бор сыграл, а не я. Короче, может, он тоже не играл, а только пробовал. В общем, это великое переселение, как все фракции великого переселения. Это свебы, вандалы, аланы, азготы и визготы. У них культурная особенность великой переселения 250 рост в начале миграции при поселении на новом месте. То есть, это сработает только так, когда я осяду. И один раз за компанию всего. То есть, получается, у меня будет разрыв в любом случае по этапам игры. То есть, первая серия, может быть, даже вторая серия. Это я буду Ордой, может, даже третья серия, не знаю. И там эта штука не сработает. И только вот где-то через-через какое-то время... О, Ислам, да, вот он в чате за негров играл. О, Ислам. Спасибо, Сергей, здравствуй. Здравствуй, дорогой, спасибо за Ирландца. Спасибо еще. Остготов пишет Crash Bandicoot, я играл Тёмный Культ, чуть не припомню, может не я. Я по-моему за Остготов, нет, за Остготов я по-моему играл за римское язычество, по-моему каждый раз, когда я играл за Остготов. А может я ошибаюсь? То, что я играл больше одного раза за Остготов, это факт. Вот. Ну короче, ладно, не важно, я уже не припоминаю. В общем понятно, да? Чем прикольно для меня этот момент? Тем, что вот очень часто это для ютубера, конечно, только актуально, хотя нет. Просто многие этого не осознают. Прикол в том, что многие смотрят только первую и вторую серию, а дальше им уже не интересно. Типа, как ты начинаешь кампанию и все. Но Атила, она очень вариабельна, очень играбельна, реиграбельна. И тут эта реиграбельность и вариабельность еще заключаются на разных этапах игры. Помимо самих глав, помимо разных уровней побед. Они, кстати, там, например, за Сассанидов. Вот многие, кто играл за Сассанидов на Божественный Триумф, понимают, какая огромная разница между малой победой и Божественным Триумфом именно конкретно для Сассанидов. В других фракциях может быть это не так, но там да. Ну, Хид это вообще самая-самая фракция, где куча всего происходит на протяжении кампании. Там нету такого лейтгейма, прям, как у всех остальных. Он немножко другой. Ну, если ты правильно все делаешь, конечно, можно все обосрать. Ладно, это я к чему? Я говорю к тому, что здесь сначала у тебя идет игра за Орду. Ты можешь, конечно, очень быстро этот этап прекратить, но я бы не рекомендовал. А потом, где-то в серии 4-й, 5-й, начинается как будто бы опять первая серия, ты уже начинаешь оседать. Так вот, я здесь вызовы еще какие себе сделаю. Я, во-первых, должен, когда осяду, принять темный культ. То есть, у меня как бы всего несколько провинций и примерно один регион, да, куда я сейчас могу пойти, потому что до Гаромантов я дойду, там уже темного культа не будет. Он очень быстро там заканчивается, первые два хода. А это мне идти вот в район Каспийского моря, короче, туда. Там темный культ, он будет довольно долго, и там я его могу принять. То есть, в любом случае, я иду куда-то туда, походу смотрю по карте, где там этот темный культ остался, там оседаю. И в момент, когда я осяду, у меня все мои армии обязаны содержать 50% войск, которые содержат... Сейчас покажу, где у меня тут вандалы. 50% войск я обязан содержать, которые содержат корень слова вандал. То есть, это вандальские берсерки. Потому что здесь все, короче, либо германское, либо свепское, либо аланское. Или вандальские налетчики. 50% армий должны состоять вот из этих войск. Берсерки, налетчики, вандальские. Есть еще, конечно, продвинутые вандальские налетчики. Они... Вот, нет. Отборные вандальские разбойники. Но они позже появляются. Это по технологиям у меня их сразу не будет. Вот, здесь никого вандальских нету. Но я могу эти юниты содержать? Могу. Но 50% нужно именно либо берсерков, либо налетчиков. Вот, именно вандальских содержать. Примечательно то, что полководец у меня германское знать. Он не относится к этому. То есть, у меня должно быть минимум 10 отрядов. И только потом у меня полководец. И только потом 9 отрядов каких-то других. Вот, такой вызов. Когда вандальского начальника я получу... Но это пипец не скоро. Это там очень много технологий надо. Тогда уже немножко картина изменится на один юнит буквально. Да, потому что вандальский начальник, он тоже будет к вандальским юнитам относиться. К непосредственно вандальским. Вот. Поэтому вандальские берсерки, вандальские налетчики, они не самые хорошие юниты, я вам так скажу. То есть, если посмотреть, у них довольно мало брони. Не самый высокий ближний бой. Если сравнить с Аланами, вообще ни в какое сравнение. Аланы, блин, 47, броня 40. Пипец просто. Да, но у них есть скорость, у них есть неистовство. Они разбойники. Поэтому вот. Но у вандалов абсолютно все юниты флота имеют корень слова вандал. У них и особенность, кстати говоря. Если мы посмотрим. Великое переселение. Вандалы. Вандальское море. Это возможность строить корабли повышенного качества. У них все до единого корабли имеют корень слова вандал. Поэтому с кораблями тут никаких проблем. Корабли я могу нанимать в свое удовольствие. И еще есть очень приятная фишка. Доход 150% от налетов и разорения. Которая позволит мне на самом деле неплохой банк сколотить. Если не тупить и слишком сильно не разоряться на армию. Неплохой банк можно сколотить перед доседанием. За Орду, когда играешь. То есть там, например, тысячи рублей я получаю с города. На начальном этапе города очень слабые. У всех не отстроенные. Денег мало дают. Но 150% от налетов и разорения поможет мне. Даже на начальных городах немножко денег срубить. А на начальном этапе, конечно же, деньги очень сильно нужны. Ну вот. Короче, это такой вызов, ограничение. А цели компании мои, помимо, конечно же, условий малой победы. Либо культурной победы. Я обычно, когда играю за темный культ, я иду до культурной победы. Ну, посмотрим. Может быть и на малой закончим. Как пойдет. Это, конечно же, вызов, цель. Не знаю, как назвать. Вызов, цель. Короче, нужно захватить по одной копии каждого торгового ресурса. Это чтобы я побывал во всех частях света. Ну, если не во всех, то во многих. Вот такие вот условия компании. В принципе, ничего такого прям хардкорного. Но очень даже много будет переходных моментов. Потому что, как вы помните, если помните, темный культ хорошо играется, только если у тебя есть ресурс этих алмазов. А алмазов у нас не так много вообще где есть. Сейчас, кстати... Так, этот шаг мы смотреть не будем. Кто у нас там еще? Ильдар Галеев, салют. Дмитрий Бардуков, привет. Андрей Мялек, здравствуй. При колонизации на разрушенном ксении эта штука вроде работы очень помнит. Да, 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 конечно. Только так. Один раз будет всего. Я, конечно, не играл в латилу, он играл много в первую медь, но по тому видео, которое я смотрел, думаю, что неплохо смогу сыграть. Ну, попробуй. Покорение морских просторов откроет перед вами поистине... Ай, блядь. Свернул игру. Габанычат. Пицарство будет править всем миром. Галамат Абдемамынов правильно сказал? Здравствуй. Так, новое задание. Бам. Короче, не знаю, что там за мной задание, плевать. Что я еще хотел, ребят? Сейчас я хочу для вашего уже удобства, потерпите еще буквально минутку. Сейчас, чтобы вам было понятнее, наверное, у меня есть полезная картинка. Где она? Вот она. Я ее не успел просто перед стримом скопировать на диск С. Надо сейчас... У меня на диске С есть папочка стрим, куда я все запихиваю, чтобы быстрее работало это говно на ОБС. Захват изображения. Я хочу карту ресурсов добавить. Ресурсы. Периодически ее показывать. И вам, и себе. Т, 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 т. Вот оно. Так неудобно, да? Сейчас. Вот так нормально, наверное. ОК. Вот, все. Нормально. Вот, тут видно, где какие ресурсы. По сути... Ну, это вообще все ресурсы, да? Здесь несколько копий каждого. Мне нужно, по сути, получить хотя бы одну копию каждого ресурса, ну, для того, чтобы у меня... Ты спишь там, взрослый, чтобы дальше ухилять. Тебе исполнилось недавно два часа. Твои друзья уже давным-давно верпы. А ты? Что? Подумай лучше сразу о своем пути. Мой парень сейчас подъедет на автобусе. Все знают, что он взгляд за каждый элемент. О, нет! О, мой мальчик, чип на белом гусе. Какого хватает вдоль ночных дорог. Мы в Милане, в позе слипить музе. А ты в откладке, в позе с петушок. Только больше не надо слов, когда наступал ты готов. Там тебя, как всегда, и даже не в России. Только делал со всем я днем, извини, но ты ни о чем. Не стучал с Украиной, и теперь Сальси. Спасибо! Забавно. Так, ну ладно, короче. С ресурсами понятно. Сейчас моя задача это правильно отстроить Орду, чтобы я мог собрать хорошую армию. В Орде и в постройках этих стационарных, как сказать, оседлых, по-разному нанимаются и берсерки, и налетчики. То есть для того, чтобы нанимать налетчиков в Орде, мне нужно поле для поединков. Это вот стандартизация снаряжения. Вот эта технология. Для того, чтобы их нанимать в оседлом положении, мне нужно стадо скота. Это вот эта технология. То есть разные технологии. Чтобы нанимать берсерков, мне нужна таверна. Ой, не таверна, а большой зал. Большой зал берсерков нанимается. Кстати, неплохо, потому что это еще и библиотека. Я смогу другие технологии быстрее изучать, да? Это берсерки. А для того, чтобы берсерков нанимать за Орду, это надо пипец. Сейчас даже я не знаю, где эта технология, если честно. Сейчас покажу. Это, короче, аж вот это воинский лагерь четвертого уровня. И это аж вот здесь. То есть не светит мне этого. Поэтому мне нужна вот эта теха. Но сначала я вынужден, потому что у меня есть планы, я его придерживаюсь, да? Тактика. У меня есть какая-то тактика, я ее придерживаюсь. Так было в оригинале. Мне нужна вот эта технология, трудовая повинность. Потому что мне нужен дом Каостореза. Чтобы я вообще по финансам все это говно тянул. Иначе будет больно, неприятно и тяжко. Все, сейчас у меня минус 396. Две Орды находятся около Касургиса, провинция Герциния. Рядом с Маркоманами. И нужно с этим что-то делать. Потому что сейчас у меня получается внутренний распорита. Потребление пищи 20, богатство минус 20% от всех построек Орды. Сейчас я получаю всего по 15 еды в каждой Орде. Это как бы не хорошо, не плохо. Но что-то строить более едозависимо я не могу. Поэтому нубасы обычно бегают две Орды рядом. Это очень сильно по времени задерживает. Но иногда и можно конечно. Значит для начала я ухожу к Алиманам. Чтобы забрать именно у Алиманов. Анагар. Так, чтобы не было чужого Анагара. Я сразу здесь заберу. Он стоит 1000, блин. Вот, нападаем сразу на Маркоманов. Алиманов Аланов зову. О, он присоединяется. Отлично. Ну вот. Николай привет. Так, надо было короче конечно здесь коня взять, блин. Ну ладно уже. Чуть беру коня. Беру наемника с Анагаром. Теперь ухожу на дорогу обратно. Да? Да. На дороге я беру еще коня получается. Все. Я объявляю войну Западно-Римской империи. Плохо, что восточники тоже вцепились. Такое не всегда происходит. Ну, это рандомчик небольшой. Все. Анагары я конечно же распущу после того, как эти два города расхерачу. Минус 3000 у меня уйдет. Ну, это точно. Потому что я же... Да, они каждый по косарю, блин. По 144. 1140. То есть здесь как будто бы еще и денег что ли больше. Давай бичей посмотрим, короче. Годи... Наш этот... Шикарная флешка. Конечно, шикарная. Секретные таблицы пошли. Где? Эдгар Авнанян. Приятного стрима. Спасибо. Вроде уже хороший стрим. Сергей Носков. Бот. Да? Да. Бегом за Литием в бой. Всем хай. Николай. Здравствуй. Здоровались. Так, кто еще? Секретные таблицы. Ты про что? Так. Красавец-строитель. В каске. Что это, блин? Что за нахуй? Не понял. Ладно. Какая-то игрушка на радиоуправлении, наверное. А, понятно. Первый, первый. А, понятно. Первый, первый был. Сука. Пошел в жопу! сейчас жопу идите говнюки как не вырубить это короче какие-то рации это у меня одна была включена и кто-то видимо на мою волну подключился из соседских детей и начал там что-то первый-первый так я обычного аквариум кидаю она у меня старая мама блин миской накрывала так но только громче начинала орать так давай-ка мы да хороший гундерих вот этот вот прям вообще строитель красавица правда провинция только блин ну хитрый а кто у нас веземир полководец стратег он неплохо сплоченность для орды отлично просто организатор индульф обаятельный тоже неплохой короче этот мутрицы 2 да сколько видимиру ой блин он веземир точнее веземар возьмак ему 50 он крякнет скоро его качать то особо и непонятно зачем наследник да наследник хороший его наверное наследника поменяю потому что скромный вы шестяк значит у него 4 до хитрости блин ладно 50 лет еще поживет пока хрен с ним на дружиненько его вот и можно сейчас попробовать может быть верная жена есть мада это на гундериха гундериху ну то есть плюс 5 ему если его ставить прям губернатором потом да то наверное это нормально так а я снять здесь жена чё делает атака ближним будет для полководца ладно тоже похож на культурный кстати вот это по-любому блин слушай мне кажется что это он даже должен быть он должен быть потому что культура этаж все мои темно культовские дела а этот строитель другой стороны пять процентов от там десять тысяч стоит культурный если спутники для окружения удешевление строительства в орде насчет спутников окружения не знаю но вот эта хрень вором точно работает сто процентов ну так как здесь у меня переселение шансов на то что я очень много ухиллядь тебе исполнилось недавно два часа твои друзья уже давным-давно нет вы а ты что подумай лучше сразу о своем пути мой парень сейчас подъедет на автобусе все знают что он ждет за каждый элемент о нет ах мой мальчик тип на белом бусе как ухватая вдоль ночных дорог мы в милане в первый раз нормально за три года на стрим попал проверяем тематическую флешку не совсем прям что по тематическое спасибо тема пей я знаю что чувствовал мальчик а а и и и и и и и и кажется я начинаю поднимать мое почтение и хорошего стрима и друг еще пришел блин там сначала был час скажу тимофей вроде бы 5 сек надо посмотреть до тимофей барышников спасибо еще огромное и и и и и и Всем кул и хорошего прохождения! И Даниил еще. Даниил, Тимофей, спасибище вам! Отдруг тебе вообще огромное спасибо за поддержку. Тут многие жалуются, что флешки громкие, что флешки долгие. Ребят, для меня важнее, чтобы прикольно было тому, кто ее присылает. Вот это вот извиняйте, конечно. А то, что я сейчас пока тут войска расставлял, загрузка была, сейчас я из Ванагра стреляю. Лучше на флешку посмотрите, чем на это, правда? Так что не жалуйтесь. Спасибище тем, кто поддерживает. Все интересное вы не пропустите, все равно не переживайте. Те, кто жалуются, что флешки очень громкие. Так, или долгие. Там что-то Виктор, Виктор пришел, Старцев угорает с этого, с того, что у меня по рации там. Прием, прием. Орали. Я не уверен, что они услышали. Я, конечно, старался понажимать правильные кнопки. Можно сейчас взять, конечно, еще поприкаловаться. Последняя флешка с рыцарем, это этот самый, железный рыцарь, Ironclad называется по-английски. Ironclad это вообще броненосец, по-моему, нормальное название, а не, блядь, какой-то там железный рыцарь. Так. Кто жалуется, отличные флешки, не знаю. Хохлы, наверное, как всегда. Кто еще у нас жалуется? Хохлы и пидорюги. Жирные тетки с фиолетовыми волосами и кольцом в носу. Ну, хохлы. Так. Бах. Неплохо. Нормально зачистка происходит, слушай, мне нравится, потому что собакам моим больно будет тут бежать. Среди всего этого добра. Дожеванный, ты же крот, шо ж ты косишь-то так жестко. О. Жалуется директор музея Голодомора. Не получилось, но, в принципе, так как мне не жалко... Ты слишком взрослый, чтобы дальше ухилять. Тебе исполнилось недавно 25. Твои друзья уже давным-давно нет бы. А ты? Что? Подумай лучше сразу о своем музее. Мой парень сейчас подъедет на автобусе. О, перестала стрелять, смотрите. Извини, но ты ни о чем. Не сбежал с Украиной, и теперь с Альси. Бог троицу любит. Так, нет, ладно. Да, Бог... Молодец вообще. Анонимный Барбарис. Спасибо, Шарбарис. Весело сегодня, да? Как будто жопа горит, наверное. Но нам того и надо, правда ведь? Спасибо, Шарбарис. Короче, почему я здесь беру топорщика? Потому что там стелехон стоит. Мечник, собака. И его как бы копьями не пробить. Я бы лучше, конечно, копья потратил, потому что они самые бесполезные сейчас для меня. Новобранцы германские. Че, вы там вышки расстреляли, что ли? Не пойму. А, наверное, вот этот Анагар. Наверное, да, Анагар пострелял. Наши войны бегут от врага. Какое бесчастье! А где стелехон? А, вон. Мы скоро возьмем эту точку победы! Так, нахер. Селехона надо убить. Даже если он будет тупить. Запросто может тупить. Но это же просто, я не знаю, неуважение. Надо его убить. Наши люди бегут, спасая свою шкуру. Давай, вашу жмать-то, ну. Шо ж ты. Слава, 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 Слава! Слава, 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 Слава! Слава, 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 Слава! Так, собак, я возвращаю. А где конина? Тут конина должна быть. Нету ее, что-то. Ладно. Войска с корнем вандал Дорогие в содержании Не просто придется, но тем интереснее Во-первых, да, во-вторых, они не самые лучшие На данный момент Самые пиздатые войска у меня Это аланские всадники Но они же и самые дорогие, безумно дорогие Я сейчас их не могу себе позволить много Я их мало-то себе с трудом могу позволить А много так и вообще никак А вы знаете, как очень опасно ходить Одной ордой Если она не очень сильная Тебе какая-нибудь скотина войну объявит И с темноты напрыгать на тебя двумя армиями И все И орда пока-пока Да, еще есть эксплойт небольшой Когда несколько раз грабишь, поднимаешь до упора Сплоченность, мне неоднократно писали Ай-яй-яй, ата-та, нельзя так делать Не буду То есть я прекрасно знаю такую фишку Что можно сейчас напасть раза 3-4 Сплоченность в потолок Выкрутить налог, короче, наверх И все И ты вообще не будешь париться Насчет этой механики Абсолютно Вот И у тебя будет немножко больше денег Ну, как бы Во-первых, мне рост немножко нужен Я хочу все-таки Пару построек поставить Во-вторых, не буду я так делать Раз все расстраиваются Так, давай Волк и ворон Ворон мне нужен ради хитрости Хитрость не только ради Ночной битвы Но и в принципе Это постройки дешевле будут строиться Орды Это я убираю Этих я убираю У меня 18 человек Не то чтобы дофига Здесь вот, кстати Вандальская тварь стоит Могут на меня напасть Так Разрушаю И буду отступать Потому что меня они не догнали Потому что у меня с ними со старта война Отступаю в сторону римлян У римлян, по-моему, там войск нету Насколько я Я начинал несколько раз По-моему, здесь Телихон-1 стоит Больше тут никого нет Ближайшая армия, по-моему, у них вот здесь В Саварии Но он до меня никак не добежит Так Ну, теперь надо Касургис забрать Там будет не то чтобы тоже Стелс-захват Там будет, ну, такой Нагло Нагло захват Кстати, насчет наемников Есть что-нибудь еще интересно? 101 рубль 139 рублей Вход Наемные германские метатели Может быть, конечно Но я думаю, что обойдусь я без них Касургис это Нитро и Будоргис, да? Еще Ох уж это и в обороне городов Сделай лучше Или хотя бы скажи, где лучше В какой игре Так Так Ну, у нас мододелы Хвастаются, что у них ИИ Умнее Нет Нет Так Здесь я беру Ненужные Мне Войска Вот эти Их буду использовать Так Примерно сюда, наверное, куда-то Вот Сейчас пробиваю дырку Спускаю собак на стрелков И дальше посмотрим Стелс захват по методе кота Убиваешь армию врага Больше никто не видит, как ты захватываешь Да? Можно и так Вообще по-разному Если Утверждать, что Вархаммер имба просто И гений Да-да По-любому Вообще Как бы Утверждение то, что Стелс захват решает все проблемы Это не так Есть города там, где лучше даже не пытаться Блин Это раз А есть фракции, где Стелс захват гораздо Менее выгоден Чем Лоб в лоб Славяне Ну так нормально Плюс это своего рода тоже Квест Не все могут такое повторить Особенно с первого раза Так Да и собственно Кроме меня Этим почти никто не занимался Только в одном типе городов Виртуал Вар Демон делал это Только один единственный город Он так захватывал Все остальные Он Никогда не делал так Стена проломлена Так Ну что Давай попробуем Тогда пострелять Наверное Где Вручную В смысле Автоматически Что у славян не так У них отравленные лучники И мало очень конницы Отравленными лучниками Лучше в толпу хуячить И убивать всю армию Чем лезть под вышки И заниматься Эрундистикой Которой я сейчас занимаюсь Ты просто их кучкуешь У врагов И отравленными лучниками Развалишь всю армию И все Противник забрал войска И вернул их в бой Так Ворота в щепки Да Давай сюда Ворота в щепки Я сейчас попробую Тогда Вот этими анаграми Дозахватить Кстати Получилось у меня Прикольно Мне последний раз Понравилось Так что Вышка по ним Вообще не стреляла Почти Тут не получается Их много еще Но все равно Потерь меньше А смотри Перестал стрелять Нет угла Так Так Наши войны бегут Преклятые трусы Ох Ох Тематическое Огонь Теперь поддержка Посерьезнее Тимофей Спасибо еще Огромное Слушай Жалко Ты редко Заходишь Спасибо Лагерта Прилетела Мне кстати Лагерту Обычно Скидывают С этого Тонешин Алертс Там где Другая Немножко Флешка Ну здесь Ну как Немножко Множко Здесь не так Часто Спасибо еще Я не понял Вы что Делаете Ладно Все Он сдох Так Я три отряда лучников Убил Кстати говоря Собаками Загрыз От этой флешки Аж со стрима Выкинула Как это Так Собаки Еще живые Сори По крайней мере В этом А ну здесь тоже Чуть-чуть Есть собак Еще Можно спустить На каких-нибудь Коней Чтобы они сильно Не разгонялись Например Вот так Вот надо Не пустить Их Ну мая Отлично Все Пошли Соба Ааа Тут Баррикада Они сейчас Они сейчас И бегут Пожалуйста Но не сами Виноват Что здесь Баррикаду Поставили Они сейчас И бегут О отлично Они даже Не сильно Уперлись В топорщиков Классно Получилось Да Этот Сейчас Обходить Будет Блин Этот Кстати Удивительно То Что Собаки Мимо Пробежали Они Обычно Упираются О Смотри К Ну и Все Мама Wi-Fi Отрубила Потому Что Лагерта На экране Была Песеном На Escape Случайно Тыкнул Точно Настолько Понравилось Да Настолько Был Рад Лагерта Увидеть Так Германский Набранец Хорошо Вот И смотрите Смотрите Прикол Разорить 1400 У меня Изначально По моему В казне Было 7000 Рублей Я Потратил По 700 Рублей На Каждый Из Анаграф Понимаете Да 7 Минус 700 И 700 Это Должно Было Остаться У меня Там 5 600 Чего То Такое Потом Я 1000 На Ты Слишком Взрослый Чтобы Дальше Ухилять Тебе Исполнилось Недавно Два Четы Твои друзья Уже Давным Давно Где Были А Ты Что Подумай Лучше Сразу О Твоем Тузе Мой Парень Сейчас Подъедет На Автобусе Все знают Что он Треться Каждый Элемент О Нет Парень Мальчик Чип На Белом Гузе Какого Хватает Вдоль Ночных Дорог Мы В Милане Спозе Слепить Музе А Ты Восклопе Спозе Петушок Только Больше Не надо Слов Когда Наступут И Готов Там Тебя Ставь Даже Не Паси Только Делать Совсем Я Днем Извини Но Ты Ни О Чем Не Сейчас Украина И Теперь Саль Гора Гори Ясно Чтобы Не Погасла Гори Гори Ясно Чтобы Не Погасла Ошибся Немножко Спасибо Дружище Хорошая Флешка Согласен Отличная Просто Итак Маркоманы Уничтожены Так Вот Я Что Там За Подсчеты Вел Я К тому Говорю Что Бонус 150% Работает Вандальский То есть Денег 12000 Учитывая Все Мои Учитывая Что Я Всего Два Косаря Должен Был Награбить С каждого Из Городов То есть Я Максимум Что Должен Был Обратно До 7 Вернуться А у Меня 12 Кайф Кайф Так Наемников Санаграф Я Убираю И Вот Сейчас У меня Даже Есть Возможность Встать В лагерь Это Ж Здорово Здорово Вот Эту Фигню Я Удаляю Я Себе Здесь Возьму Оланского Всадника Вместо Него Пускай Один Будет Да Вот А Остальные Денежки Я На Что Потрачу Я Потрачу Во первых Я Сделаю Себе Ворона Чтобы Дешевле Было Строиться Сейчас И Сейчас Буду Строиться В этой Орде Несущих Победы У меня Кстати Больше Роста Прироста Населения Чем Во второй Воющих Волках Соответственно Здесь Мы Будем Сейчас Что Делать У меня 10 Еды Будет Конечно Больше Потому Что Внутренний Раз Следующий Ход Закончится Но Если Вдруг Будет Такой Момент Что Мне Нужно Будет Больше Еды Или Что Они Опять Окажутся В одной Провинции Ну Вот Надо Будет Мне В одной Провинции Держать Я Перестрою Короче Стадо Овец В стадо Кос Более Того Более Как раз Сейчас Иду В общественную Собственность То есть Это Единственная Будет У меня Технология Которая Позволит Мне Третьего Уровня Еду Делать Вот Здесь Надо Трудовую Повинность Которая Кстати Вот Тут Да То есть Это Еще Не Скоро А Сколько Кстати Подожди Интересно Овчар Мне Больше Денег Дает Но Это Все Рано Фигня То Есть 52 Еды Это Ни О чем А Загоны Для Коз Гораздо Больше Будет Еды Денег Меньше Вот Это Да То есть Занеками Будет Хуже Поэтому Я Сейчас Сразу Это Дорого 5400 Было 6 Перед Тем Как Я Этого Типа Усилил Да Ждать Нельзя Время Как Грец Не Терпит Я Б Конечно Хотел Чтобы У У У Ворон Был Второго Уровня То Еще На 10 Процентов Но Время Не Ждет Время Дороже Поэтому 600 Рублей Экономим 40 Еды Палаточный Лагерь Здесь Перестраиваем На 25 Еды Будет Больше Ну И Плюс Да А Здесь У меня Еще Шесть Прироста Осталось Здесь Я Делаю Конечно Мастерскую Ремесленника С прицелом Потом Поставить Мастерскую Колясника И Анагра Делать Собственные А не Нанимать Наемные За 100 500 Денег Настолько Понравилось Что достал До эскейпа Да Лагерь Настолько Понравилось Что Достал До эскейпа Членом Так А как Выключить Родительский Контроль Если Он Есть А то Мама Все С Палится Что Я 18 Плюс Контент Смотрю Как Выключить Надо Знать Ее Пароль Ну Лагический Контроль На ВК Я Не Знаю Как Работает Вообще На Гугле Да Есть Я Сам Пользуюсь Сегодня День Матери Так Что Пусть Спами Да Кстати Спроси У маму Пароль Что Лагерь Смотреть Подарок На День Короче Вот Здесь И да Это 4000 То есть В той Орде Я бы Тоже Хотел Палаточный Лагерь Но Пока Не Могу Денег Нет Мы Еще Награбим Минус 178 Я В Плюс Уйду Когда Встану В Лагерь Наверное Хотя Я Сейчас Нанимаю Самые Дорогие Войска Это Оландские Всадники И да Чтобы Ими Пользоваться Оландскими Всадниками После Того Как Понимать Вообще Ничего Когда Буду Оседать То есть Это Подготовительные Такие Мероприятия Так Значит Я на Дружинников Поставил Жену Из Этих Взял Для Гундериха Она Ему Добавит Авторитета Вот В принципе Можно Его Будет Поставить Воевать Наш Этот Типелло У него Мечница У него Купец Богатства Торговых Построек Он Нервный Холерик Логично Так И что У меня Умеренная Власть Ну Для Орды Это Не Очень Хорошо Но В целом Нормально Есть Баба Тупая Сварливая Я бы Ее Кому Ни Продал За Деньги Вот Нормально Нафиг Она Нужна 700 Рублей Важнее Вот Здесь Неплохая Армия Сейчас Могут Вандалы Напасть Я Наверное Отступлю Не Наверное Точно Ну Все Поехали Мастерская Орешника Да А я С телефона Сижу Но Если У тебя Андроид То Да Зарубят Родительским Контролем Все Он Не Должен Дотянуться Потому Что У него Одна Из Армии Из Убурсиса Прям Шла Да 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 Все Пошел Жоп Ну Западная Римская Империя Тоже До Мне Не Дотянется Потому Что У них Тут Армии Нет Рядом Одну Я Убил Селихонов Из Агентарата Кстати На Убурсис Смогут Напрыгнуть Они Если Что Договор Не Нападение С квадами Так Вопрос Кстати Интересный Потому Что У меня Живут Эта Армия Она Должна Ити В Сторон Темного Культа Да Я Могу Пойти Через Западно Римскую Империю Их Ломать Можно По Пути Сломать Квадов Чтобы Они Не Сильно Разрастались Потому Что В Какой То Компании У Меня Квады Там Вообще На Первом Месте Были По Силе Я Конечно Могу У них Кормовую Базу Прибить В лице Запад Римской Империи А квады Пускай Себе Живут И Гунов Держат Да Ну Либо Откисают От Гунов Ну 300 Рублей С них Возьмем И Ладно Так Назначенные На должности Ребята У него Почти Нету Этого Влияния Да Семья Немножко Меньше Ну У меня Кстати Есть Возможность Еще Учинить Какой Нибудь Этот Дипломатический Брак Так Денег Мне пока За красивые Глаза Не хотят Давать О Жена Красавица Есть Авторитет Отлично Это поможет На самом деле Слушайте Ну Всех Женили Что Авторитет Это Как раз Гензерих Который Скульптурный Очень хороший Очень хороший Очень скромный Верность Плюс Один Жена Красавица Просто Младший Сынок Ну Рацию Подарим Так Воющие Волки 18 У нас Есть Наемные Германские Бичи Что Неплохо Ну что Ював Трогать Не будем Получается Буду Отходить Отсюда Подальше От вандалов Ну их Нахер Он воюет Интересно Западноимской Империи Или Ой Не Алиманов Вандал Это я Да Он воюет Западноимской Империи Соответственно Ював Тоже Для него Будет Преградой Небольшой Мне Ну Не хочется С ним Воевать Вообще Как вы Понимаете Сейчас Здесь Армия С аварии И он Там Может Наниматься Блин Как вы Понимаете Он Мог Уже Там Миллион Лимитанов Нанять Блядь Я Что В Орду Не Встал Или Встал Подожди Я же Как-то Мастерскую Ремесленника Построил Значит Встал Все нормально А Да Все нормально Фу Я Перепугался Так У меня Есть Еще Рост Рост На Мастерскую Колясника Вот Колесника Колясника Неплохо Все Не тратим Пока Деньги Да Вопрос Что с этой Армией Делать Есть Верун Есть Верона Блин Верона Ворона И Ваф Верун Савария Да Наверное Я не боюсь Эту армию Она Покоцана Еще К тому же Вряд ли Он там Успел Набраться И его Скорее всего Еще и Квады Трахнули Я так думаю Привет Илья Кручинов Короче Пещерный человек Не понял Как снять Буду Перезаходить Если что Ты о Каком Контроле Говоришь Понимаешь Есть Еще Безопасный Режим ВК Ты Напиши В Яндексе Как Отключить Безопасный Режим ВК И тебе Там Статья Ну То есть Инструкция Будет Если у тебя С этим Проблемы Так Ну давай Верун Короче Хрен с ним Подальше Буду от Вандалов Плюс Заработаю Немножко Денег За счет Своего Бонуса Фракционного У меня У меня Нет Анагров Взять Наемных Пикинеров Давай Возьмем Чтобы Они Не взяли Не так Прям Дорого Я Потрачу Вот Эти Копья Эти Бесполезные Сейчас Для То Чтобы Вышки Сжечь И Потом Объединю Их Нах Понял Спасибо Сейчас Попробую Давай Безопасный Режим ВК Всякая Порноха Тебе не шла Тут Лагерта Появилась Ну все Капец Теперь Кот Ютуб Совсем Забросил Просто Заморозил Нет Я Выкладываю Туда Ролики Всякие Просто Я А Кстати Я Не записываю Этот Стрим Плохо Надо Будет Его Потом Сдернуть С ВК Если Получится И Выложить На Ютуб Я Выкладываю Туда Ролики Просто Стримить Там Неудобно Стало Заморочно Может Оно И сработает Там Иногда Иногда Получается Не хочу Выложу Запись Стрима Потом Наверное Если Мне Дадут Скачать Есть Просто Приблуда Которая С ВК Нормально Качает Эти Видосы Но Она Что-то Не работала Последний Раз Я пробовал Перестала Работать Если Сейчас Она Сработает Я Выложу Потом Там Запись Нет Так И Хер С ним Тогда Я Мог Сейчас Включить Сразу Запись Но Я Забыл Может Они Выдут Еще Тоже Возможно Такое Не Выходите Не Хотят Придется Обходить Ладно Давай Сожгу Эту Вышку Я Просто Потери На Новобранцах Мне Не Страшны Мне Этот Юник Не Нравится Я Я Был Лучше Троих Удалил Нанял Одного Аландского Всадника По Деньгам Будет Как Раз От Него Пользы Будет Одного Больше Чем От Этих Троих Ну При Учете Что И Другие Войска Еще Есть Конечно Это Ютуб Разблочили Вроде Но Я Не Хочу Пробов Ну Зачем просто не хочу зачем стримить на ю тубе чтобы что у них там кукуха съедет завтра и опять ничего нельзя будет не стримить не ничего и там выложу запись стрима потом он у кого-то хуже у кого-то лучше да зачем сломал парикаду сломал вышку сейчас пойдем до примем еще ты драться будешь прям давай конные разведчики убьют сейчас этих новобранцев ничего страшного я просто не хочу чтобы на моих важных войсках были ненужные потери поэтому так и можно будет кстати собак с этой стороны запустить чтобы они забрали потом копья у них получается короче лимитан когорта сагитарий и разведчик 4 юнита стандартный набор для западной римской империи о нифига слушай смотрите запоминайте место вам как здесь удобно встал ты а он стреляет по мне все равно да показалось что сначала что не стреляет он кстати по моему какое-то время не стрелял я потерял всего 8 человек это кстати очень хорошо для для убийства целые вышки это очень хорошие показатели вот сейчас на халяву грохнем коня красивый город ну да если приближать вообще все здорово тебе не вархаммер там лучше не приближать на я два пальца в рот страну надежнее но никак не смиряться с поражением они снова идут в бой так еще и за кусты такие мне кто-то не скосил кого-то надо в наряд не очереди поставить вот она все тупит ладно хорошо загнивание западной римской империи незаметно подвел 160 человек с копьями конем да они просто не реагировали на меня испании реагировали в некоторых моментах было бы проще для каждого из ситуации и своя тактика я просто знал что они не будут реагировать из по не реагировали там иногда проще было бы воевать наоборот их там бутерброд бы взял там и так далее а где когорта чё она прячется или нету и а вон она на этой тоже на стенке ну чё собака не перед перебьют конечно тут никаких сомнений а подожди нифига ладно ну окей тогда они даже дротики не выкинули потому что я как бы побежал на него и он не успел сообразить что на дротики кидать 295 ни о чем но это будет наверно 1000 не знаю можно кашли лири освободить дан типа с какой целью плодить плодить это говно он стрел не доходит ну кайф так 4000 до наверно пора сделать первого агента авторитет плюс один опытный саглядатый ну давай так это что армия воители севера по-любому без альтернативная срань особенности пока нет ну блин потом появится какие-нибудь наверняка того у меня 3000 49 в целом неплохо все агента можно будет сюда отправить посмотреть что там творится происходит пока что денег мне никто бесплатно не дает бесплатно денег дать но попозже можно будет собрать донаты по 300 так все да власть у меня достойная визимарка будто бы лучше блин чем вот этот но я не уверен менять не менять менять не менять вот чем вопрос сколько он будет идти до сюда то есть он опять во рду наверное не встанет скорее всего а раз он не станет во рду он ничего не построит правильно правильно короче его на следующий ход наверно поменяю посмотрю доходит на или нет и если он не доходит так чтобы во рду встать то я его поменяю на наследника андрей мялек посмотрю в записи спасибо до встречи давай давай пока поджигать вышки поджигая лучником соседние здания слишком долго для стрима ну да конечно слишком долго для стрима просто лучники они же стреляют на такое же расстояние как и вышки и ты потеряешь просто лучников в данном случае мне выгоднее было именно копейщиков они для меня они короче говоря сейчас на этот на этом этапе игры для меня менее эффективные то есть они не так чтобы прям дешево стоят вот а польза от них они не очень хорошо строй держат они дохлые то есть если в них врежется какой нибудь там топорщик им кобздец сразу вот лучник он дешевый 48 рублей а эффекта от него довольно много может быть если его использовать правильно так а видишь ты падла какая так ну ладно хорошо давай посмотрим поэтому я лучше потрачу копейщиков и удалю их вообще из армии найму какого-нибудь оландского всадника он дороже но он пользует него больше так а с аварию уже короче вандалы расхерачили я понял я понял да короче меняем тогда на вот этого мастера планирования может сделать и лирию просто это даст невозможность черепаху нанять наверное тут перед гунами как бы я потом не пожалел блин ну ладно давай а подожди ничего не найму ёпта дебила кусок это же не марионетка это просто я освободил и все ну ладно хорошо я понял надо было это сделать чтобы не больше иллюзий не было есть он опыта получил или нет разорение 20 ну может и получил может получил давай посмотрим на систему вот армия легиона диутрикс виталя простатит очень маленькая армия очень большой простатит так давай надеюсь квады не сильно обидится вот подошел военный союз договора праве прохода здесь ходов надо не забыть договора праве прохода то есть можно договора праве прохода делать если у тебя военный союз до империи можно нанять еще агента ага можно равно надо нанять скотовод скотовод скотоводушка с одной стороны нужно нанять с другой стороны у меня блин прирост 5 мне надо это строится там и все такое мне нужно короче 6000 понимаешь в чем дело там 5 чем-то я потом поменяю его еще раз и короче надо денег если я сейчас агента найму то я потом еще очень очень долго не смогу ничего строить толкового о пошел чес смотри собственно это одно из преимуществ войны с сападоимской империи можешь блин денег собирать пока не дают ничего я не совсем про потери просто поджигал район которому примекает вышка и ждал пока не дойдет до башни это не во всех поселениях можно сделать в некоторых можно да я наверное не все места еще знаю где это работает но некоторые уверен точно где это работает иногда короче все вокруг сгорает а вышка нет так можно делать да конечно лучше анаграм так 5000 вот все то есть я на следующий ход в принципе могу уже строить нет нет там по-моему если хитрость 5600 по-моему или 5400 короче надо денег в общем надо еще подождать немножко так ну поехали вандал до меня не доходит забор если рядом с вышкой разгорает вышка других местах не всегда да и по-моему в некоторых местах даже забор не всегда отлично 300 рублей за мирный договор с вандалами салиманами у нас как раз вандалы смысле рим надо сжечь или что садниками любую проверять по городу которые умеют поджигать я тоже люблю кто же не любит то как раз вандальские эти налетчики они именно этим и занимаются забор сетку рабицу ебнутый ты по какому телеграфу вообще про меня узнал темный культ ну мы когда а на стучал кто-то что я иду туда в темный культ я понял кстати вот или нет зависимости между суммы грабежа города целостностью города есть еще какая там зависимость от всего какого уровня у тебя постройки как часто его грабили он там останавливаться и так далее абазги микродозинг практикует а что такое микродозинг я не знаю ему вк позвонили так итого я заключил с лиманами мир кайф я воюю сейчас только лазы на бате абазги лангобарды блять чё за лангобарды какого хера лангобарды а их во их их алиманы подбили что ли или что пипец блять ну ладно таксисты я уже угробленная да и и как бы особо нет смысла сапине тоже что ли боли да что ж такое то это я сжег да да так ну ладно куда ближе так сюда столько сюда столько до сисции ближе до сисции ближе ладно давай это у нас этот наследник наследник не получается ну ладно сломаем на следующий ход пофиг как там чела звали который уже вкачан у нас визимар вот этот до 50 лет у него есть ворон первого уровня вот он так эта штука перестраивается два хода эта штука строится три хода поэтому палаточный лагерь берем на плюс мне даже хватит и так еды вот все заложил на следующий ход я обратно наследника поставлю так здесь все да нет не все здесь асапины могу сжечь кстати ну денег будет мало но хоть какие то бабки да надо самому играть потери будут самые нелепые а батк что-то понял да блин стуканули ему по-любому что к тебе этот вандалы идут темный культ принимать только они перед этим тебя на этот аббаск форшмак аббаск этот гуляш нет аббаск как это называется кебаб аббаск кебаб тебя пусть этого перед этим о вышек нет кайф и никто никуда не идет ну ладно а где их лучники кто их знает утром вражеский город сильно пострадал так кто они и и и и и и и и и пока не вижу луч а вот они блять там же где и должны быть на самом деле у нас за полтора трое таких отъехал микро дозинг мухоморов счету дурачков эта тема в моде и не защиту микро дозинг у нас за полгода трое таких отъехал с дозами прибавить умерли от острого токсического гепатита такое бывает блин здесь же лучше давай сделаем все по науке заодно проверим как он здесь из леса закидывает факелами не он стреляет вам не да все равно здесь гораздо больше убита мне тогда повезло видимо как-то у меня типа то ли не видел то ли я не знаю боляй ой 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 стрелять ребята черт у меня стоял не огненный у меня стоял эти твою мать а у меня стояли огненные он бы не добежал даже до меня облом играю зазри леври их можно сделать кочевниками кого те самые ненужные потери да не люблю я лучников терять переживем на в чарльз разведчик и половина отряда сдохла если бы это был карл великий лучники бы наверное даже не почувствовали этого коня а а зри и ври сделать кочевниками нет конечно еще колышки что так 200 рублей это из-за этого да но это не 200 конечно это побольше будет уж это вандалы тем не менее так с какой стороны лучше обходите с этой да давай на пол шишечки порт но зато получил опыт здесь очень хорошие наемники но пока их нету в начале компании нету здесь в этих провинциях так 1200 мне нужно отлично стадо коз отлично все все план работает потихонечку здесь я могу же мастерскую колясника делать но у меня в смысле нанимать я хотел сказать анагар но я во первых не в орде во вторых денег нет пока что мы по финансам идем норм вот эта армия даже что-то из себя представляет 18 человек более-менее у мне все денег уже давали мне желтые не давали денег кстати с этим мы только-только перестали тогда посмотрим сортируем по отношению наверно те желтые которые ближе всего да ладно те желтые которые ближе всего к зеленым они мне денег могут дать видимо нет видимо не тот случай видимо надо еще немножко поубивать западную римскую империю ну вот я вроде бы близко но и не трачу время на чепуху так тут тоже денег не откуда взять пока что слишком дорого и слишком мало мне дадут за похищение средств визимар 49 влияния 25 если я 25 сколько я там получу фигню может мне взять визимара у него кто там не у жены нет может мне взять визимара усыновить к чертям мне тогда с это верность 2 верность 1 сплоченность 1 если я улечу в крепкую власть например то у меня будет налогов больше на 1 момент наланы мне подсвечивают немножко тоже жалко что он не пошел куда-нибудь в сторону абазгов хотя пофиг на самом деле куда он идет главное чтобы он воевал с кем-нибудь а он как херней занимается сейчас когда во второй орде построится постройки будет по деньгам полегче можно будет еще лучше армию содержать и так далее так далее так далее бастарни атакует аланов конечно вступаем чпоньк нету аланов орды ха ха оборонительный союз складами давай до свидания оборонительный с языками давай пока дезинформация успех ухты западно-римской империи изучите региональную оборону мне дадут возможность военные технологии изучать быстрее 4 хода региональная оборона это далеко нет сейчас один ход еще то есть это я успею даже если сейчас один ход изучу то что я хочу да да сейчас короче один ход изучаем это дело потом как раз региональную оборону и отлично как раз попрем стандартизацию с ускоренным темпом 20 процентов это мне один ход срежут с вот этих вот по моему или нет посмотрим посмотрим так здесь еще ход надо один раз имею право бонуса не хватит на один ход минус один будет со второй головы головы за 20 процентов то есть только вот здесь вот да вот главы со второй головы вот здесь жаль ну ладно ну и пофиг тогда я как бы и так и так все равно успею ты никуда не дохожу к сожалению ну ладно так а куда я тут хочу пойти давай с этого начнем я наверное хочу сюда пойти потому что сюда я пойдет у меня вот эта армия ну-ка чего из года без год и без год и а он уже осел интересно спасибо очки а меня задержали вот в чем дело на 25 процентов вот почему я так недалеко анагра у меня нет это че но мы все равно будем атаковать о нет не осадный я бы анагар сделал но я лучше сам про атакую пока кто-нибудь другой не про атаковал а то потом будет обидно так здесь мы спокойно стадо коз строим ну и вообще полезно посидеть армия у меня хорошая сколько анагар стоит не знаю но я наверно денег получу каких-то давай я возьму здесь голландского всадника одного это я потом распущу потом не сейчас а то мало ли чем сейчас прискочит вот или нет у меня денег все равно не хватит на агента поэтому хотя сейчас может хватить подожди кто кто-то еще мне не давал денег алиманы точно не давали не даст анты не помню давали видимо без год и только что дали гиппиды давали или рим не давала отлично квады давали с год и саксы давали языги давали кто-нибудь из желтых ребят тюрингис клавины нет но все равно хватит да отлично давай так здесь или тут тут или там она здесь лучше здесь у меня уже стоит я смогу смотреть да либо-либо я сейчас одного сюда от другого туда да лучше здесь здесь важнее ну что здесь вряд ли кто-то есть а если даже кто-то и есть то я все равно никуда не пойду я здесь на месте останусь на следующий ход мне важно посмотреть не крадется ли ко мне какой-нибудь легион здоровенный а здесь важно посмотреть здесь ли кто-нибудь не не ждет я смогу вот этим агентом пройти сюда и смогу и салону и дома и заодно увидеть поэтому лучше здесь сделать агентом а 1200 были на серьезно что ли договора не нападение с языками за 300 рублей мне хорошо ну и отлично нафига языков с них ничего взять то нечего поэтому вот здесь сейчас я и возьму кого-нибудь орда производства ну да 31 ему еще младше всех все как-то так сейчас нанимаем два анаграда у меня поместится два анаграда да наверно один анаград должен буду передать другую орду а потом я ты этих мастерскую колясников в костаре за перестраиваю и денежки заработаем пока такой план может со временем чего-ничего получше придумаем не в этом прохождении имею ввиду в будущих прохождениях хотела ли я вернуть наследника во рду ну я верну когда будем чем захватывать часто смысл он метод более хитрый он деньги экономит и строительством заведует если я сейчас буду куда-то нападать туда наследника конечно поставлю чтобы он качался смысл то в этом они так что просто поставить и все так то давай повинности есть это кстати мне что даст пять процентов земледельских построек ну давай региональную оборону так он три хода да ну вряд ли два будет согласен да так давай атакуем у меня есть эти таранчики и кого он поставит как копье наверное да блин сейчас долбаные вышки меня изнасилуют просто сраные дожди давай сюда попробуем захватить чисто копьями самыми бесполезными для меня юнитами идти подальше можно конечно обойти зайти чисто с этого с моста мне кажется они здесь очень близко и обидится расстроиться нападут а где у них анагра а у них даже нет анагра потому что это первый уровень города эти задания не доделаны можно было бы сделать уменьшение на 12 хода для следующей обучаемой техе было бы полезно а так не помнишь этот бонус мне помогал хоть раз я хоть раз то точно помогал но вообще да это но очень редко и такое где-то помогает так это все гони там ты можешь рассчитать когда у тебя бонус появится он там не по заданию дается как награда за полностью изученную полоску технологий здесь подгадать довольно тяжело таран мокрый не горит да он бы и не сгорел тут остались без осадных машин на тут две вышки блин тут получится нишья а я поломанный земли надо было целый брать я взял поломанный отряд наши войны бегут с поля боя какой позор ну отлично иди отсюда у меня такое ощущение что мне не хватит до отряда копейщиков ну попробуем конечно просто там вышки короче сейчас будут со всех сторон насиловать просто будет какой-нибудь мудрец прокатит ну да да у меня вообще ни черта нет и недавно смотрел там окружение там что-то тухло все там по моему что прокатило нужно 150 процентов в начале компании довольно тяжело мудрецами 150 добрать здание это по моему а он даже здесь никого нет что ли а ну ладно чё за нахуй чё не могу бонус мало ходов длится процент маленький даже если сделать задание у тебя стало 5 ходов вместо 6 то бонус 4 ход а да 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 есть такое до тоочке победы are ну чё кто не побежит ко мне их мало поэтому они не хотят держит ворота подлые вандальские челленджи не вандальские там все время так о нифигасе слушаю много 6 штук сразу бабах сурово так а куда здесь могу пройти да никуда ну в принципе она сюда выйду сейчас там бастарный давай лучше не буду туда идти там делать нечего тут как бы кого бить то давай лучше мы в эту сторону пойдем вот так здесь объединю этих бомжей тут берем еще ворона обязательно торговые постройки веренная провинция то есть на орду не действует туда атаку просто берем да и все что это скорость для военных три процента нет не спасет так здесь у меня есть уже смотрите дом кастореза да то есть я могу начать перестраивать в кастореза это два хода два хода и в то же время я могу нанять два анагра сколько они стоят по 215 рублей более довольно дорого потому что я еще хотел сделать оландского усадника 4900 здесь а здесь уже все есть ну да слушает делать то нечего берем короче два этих и одного оландского потому что у меня живу умер новобранец надо чем-то замещать армия-то тает плюс покоцанный лучник еще надо пока в плюсе это хорошо здесь чё здесь надо расследовать значит смотрим кто за мной крадется и чудо вообще происходит целая аквилея падишь ты покоцанные языки кто это их так отпинал ногами в живот вандалы шли назад родные земли и сжигали все на своем пути стали их сердца черными где-то принял их черный культ да а где у них родные земли вандалов где-то здесь же дакия же да где-то вот здесь наверное вандалы аланы а чертова знаю так я не вижу здесь никого ну что кавилею спалить 1211 дом авиа уже покоцана если тут какая-то армия было то ее тут явно нет салону надо держать в осаде но салона наверно больше денег даст тут торговый порт 2 уровня нежели аквилея то же самое к тому же если сломать аквилею блин это значит я пущу всех варваров сразу туда меня это задержит я боюсь что сейчас вот эта собака подожди он на быстро маршит даже не успевает до салоны а чё это он так ну раз он не успевает тогда пойду кавиле и сожгу я даже стану во рту потом что плохого правильно там река же ну да но все равно там же брод вроде был нет он обходит как-то ну неважно на самом деле как факт он не достает значит у меня есть время плюс я ничего не теряю я просто с варду стану с аквиле ясное что так как я город сожгу дорог не будет а дорог не будет значит я могу не успеть посмотрим на крайняк он может не захотеть вообще туда идти совсем не обязательно что он туда пойдет у больного тут 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 мы возьмем их число счет не успею на 2 сразу здесь поставить плохо то что не видно ни хрена что там происходит не видно где кто где вот у них лучник хрен его знает здесь я вижу коня а вон он привет ладно придется короче придется делать нечего придется вышку также так я потеряю просто бессмысленно отряд все кстати он не стреляет по мне интересно отсюда вышка не стреляет сюда почему я не потерял ни одного лучника еще лучники без прикрытия да я знаю но конь вот здесь поэтому ничего ему не будет вот уже есть прикрытие этот сагитарий тут конь вот здесь поэтому вроде все ровно единственная сейчас хочу дотянуться до пехоты лучниками своими на их не вижу у них уже комитаты но они первые изучили технологию сразу на комитатов я понял а их лучники из прикрытия вот эти вот здесь конь сейчас я запущу конечно я что не зря сюда этих собак пригнал он здесь и сколько туда туда тяф 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 ням ням ну блять смотрите их город горит ладно они сейчас сожгут сожгут говорю съедят конных разведчиков скорее всего их мало потому что так два отряда мы убили слушай это неплохо вообще никак не смиряться с поражением они снова идут в бой блять как же больно дротики посмотри как он уничтожил мне просто очень больно окрабление осталось снарядов так ладно гасимся чё выгрызаем броню собаки откуда-то прибежали я не понял откуда но они им жопу ударили смотри это те собаки которые которые вот эти как ниш отсюда как-то там оказались за как те что сагитариев доели так он а аж вот так вот блин так и вот у меня собаки как раз для вот этих вот сагитариев там не сагитарий были там были эти они называются морские короче лучники а вот эти они еще здесь есть они еще не доедены я остался еще комитарский копейщик по моему коней мы уже съели насколько я помню так есть последний отряд просто разбежался да короче 145 дротик чисто дротиками как плюнул в меня опять я а что кстати не понял а это другая правильно то у меня там был покоцанный отряд лучников в той армии теперь в этой тоже все то я попутал в играх за ври мне понравилась римская пехота который хорошо держит обстрелась и черепахи стать лицом стреляющих до эдвард этом этим именно этим римлян и и прекрасным но не у всех такое есть это настоящее отличие между фракциями не то что странам вархаммере 1200 разорить неплохо неплохо за счет функционного бонуса на кстати я получил ну ладно ну хорошо хорошо надо было конечно поменять на наследника но для строительства это неплохо я забыл можно лагерь охотников снести на самом деле мне не сильно нужен он пускай будет просто в одной орде построить поле для поединков не хватит большому счету какие собаки эффективные собаки хорошие торпеды за такие 7 штук слушать нормально давай одного возьмем распускать надо это короче очень долго будет восстанавливаться а толку мало так что подкачаемся тогда раз появляется возможность подкачались значит авторитет передовой дозор порча припасов убийство сбор информации чужая армия коррупция чужая провинция ну для пассивки вот это надо блин пассивка нам не светит видимо давай тогда качать на армии на вражеских агентов чтобы я быстрее качался забыл этот момент ну ладно неважно в принципе то что я его прокачал до 2 до 2 ворона это тоже очень неплохо успеем мы еще прокачать этого долга но нашего интересно конечно наследника эпический поэт боевой дух и доспехи вот так и теперь надо мне не забыть перед следующей атакой я наверное верону не буду я хочу салоном и не веришь я успею посмотрим конец хода мне черепаха напомнила черепаху в китае вообще должно быть наоборот хотя если ты ближе китаю живешь и про китайскую культуру больше знаю что наверное да но обычно тем кто играл с первого рима черепаха ничего нового ты слишком взрослый чтобы дальше ухилять тебе исполнилось недавно 25 твои друзья уже давным-давно нет бы а ты что подумай лучше сразу о своем музее мой парень сейчас подъедет на автобусе все знают что это каждый элемент о нет ах мой мальчик тип на белом бузе хаку хватает вдоль ночных дорог мы в милане будет с ним пить музе а ты во вкладке будешь петушок только больше не надо слов когда наступал ты готов нам тебя как всегда и даже не проси только делал со всем я днем извини но ты ни о чем не спричал с украиной и теперь сальси хорошего много не бывает спасибо еще про борис полностью с тобой согласен видимо а да видите я не успеваю короче можно конечно пойти дальше но ну его нахрен смысл мне в сторону надо темного культа двигаться я зато вижу сейчас да сейчас мы будем заканчивать единственное что мне надо где-нибудь сохраниться как-нибудь он что правда хочет салон атаковать я сомневаюсь что такими силами у него что-то получится блин будет обидно конечно все такая вот чушканутая армия нападет на город который я хочу пограбить стоит мне мешает сука вот так оставить что ли сколько он будет пять ходов четыре хода давай вот так мы не будем выдумывать просто но это конечно дешево 47 и 103 вместе 147 это половина блин оландского всадника а толку от него больше будет дирахи тут уже сейчас надо на кого-нибудь напасть короче не ничего не получится еще один ход будем пропускать перед тем как стрим заканчивать потому что я не могу нормально сохраниться перешел реку ништяк перешел реку встал в орду четыре хода ладно уже дождусь у меня 6000 это очень неплохо мне нужно будет по-любому анагар передавать в эту армию что я буду дальше строить у меня здесь 0 прироста здесь три прироста здесь я могу ставить загоны для коз по идее если хочу либо я могу дождаться еще четвертого и поставить уже здесь мастерскую ремесленника наверно от этого толку больше будет да 6000 у меня пока не буду больше ничего нанимать иначе могу просесть я и так нанимаю вон всадника который у меня половину отъест от всего что есть вроде у всех уже деньги просил остается только конец хода нажать я так думаю спасибо пожалуйста ребят сейчас сейчас еще один ход к еще один конец хода нападу на кого-нибудь либо сюда либо сюда получу автосохранение тогда буду стрим заканчивать то есть еще пять минут где-то примерно так сейчас только надо не затупить визимир дружинник это стоимость найма и да стоимость найма кстати сейчас как раз сработала а старшая речь на что дает производство стоимость строительства вверх на праве производства это хорошо сколько он здесь еще будет четыре хода пока не буду короче пускай конец хода виктор льдус и тимофей спасибо что пришли тоже так уж год сзади меня интересно что сейчас язык мне поднастрел своими блин мы помним договор не нападение я бы его убил бы конечно так он блин салона возьмет в осаду я даже его убить не смогу именно рассорюсь со всеми а если со всеми рассорюсь то это не смогу донатики с них собирать также тоже нельзя прям со всеми ссориться что бота кстати нет сегодня до за мной никто не бежит из римлян ну а хорошо возможно даже я римлян усилил таким образом обрезал им короче эти ненужные провинции которые бы он деньги вкладывал сука а 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 Бесит. Может его убить все-таки, а? Почему он с этой стороны идет? Я не пойму. Отсюда что? Блядь. За это я не получаю автосохранение. За это я автосохранение не получаю. Слушай, сильно я просяду? Блин, наверное сильно. Ну это жопа, конечно. Давайте мы, знаете, как сделаем, короче. Я встану вот здесь. Он его проатакует и получит люлей. Он его проатакует, потому что я рядом стою. Он проатакует его и... А, подожди. Надо с ним рядом встать, вот сюда. Блядь, я по-моему... Сейчас, секунду, ребят. Короче, это полный отстой. В общем, ладно, заканчиваем стрим. Я должен к нему поближе встать. А я сейчас... Момент прокакал. Мне надо было вот здесь остановиться. Я уже не... Я уже не могу варду здесь встать. Видите? Поэтому я лучше начну с места автосохранения. Следующую субботу. А сегодня хочется спасибо особенное сказать. Кому? Хорошо, что сегодня работала за населка. Как же хорошо-то. Конечно, Тимофей Барышников сегодня в безусловных лидерах. Спасибо еще огромное. Тимофей, что зашел таки, наконец-то, на стрим. Жалко, что редко приходит. Сергей Павлов, вот это да. Как всегда. Даже чуть больше. Спасибо за поддержку. Каждодневную. Он в лидерах в принципе. А также меня сегодня очень круто поддержал друг. Очень неплохо поддержал Барбарис. И Даниил еще отметился. Все остальные по-своему тоже молодцы. Всем до следующей субботы. Всем пока. Лайп, подписка, все дела. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.